Приветствую вас, знаете, вот я позволю себе ответить на ваш вопрос, хотя я считаю, что вашу ситуацию нужно разбирать досконально на индивидуальные, на личные консультации, а не вот так вот в режиме ответа чисто публичного, да, на тексты, нужно с вами разговаривать, нужно с вами обеседовать, чтобы не было такого, что кто-то вас не так понял, что-то не так, да, так, чтобы у вас не было каких-то тормозящих фактов, чтобы у нас не было, вот, значит, отвечая на ваш вопрос, да, ага, значит, так, Действительно ли это нормально, когда за два месяца не добраться из соседнего квартала, при условии, что человек обещал помощь, в случае чего, или об этом надо специально просить, или все-таки не очень? Вы знаете, нет, это не нормально, потому что завершенно очевидно, что человек вас приучил к определенному отношению, да, то есть он дал вам возможность привыкнуть к такому отношению, вот, к себе, вот, если вы привыкли, вы привыкли к такому отношению, вот, и после этого он его резко поменял, да, вам ничего не сказал, вот, и, по сути, расанализировал это тем, что, ну, ты могла бы попросить, это не нормально, то есть, нормально, когда человек, ну, например, перестает хотеть что-то делать для кого-то, да, например, для нас, ну, вот, он мог, в общем-то, сказать, что это, типа, того, что извини, там, у меня проблемы, там, навалились, там, все такое, я тебе не помогу в этот твой приезд помогать, да, так что ты, пожалуйста, рассчитывай на себя, вот. То есть это, вот, было бы, по крайней мере, честно. А ваш мужчина поступил не так, ваш мужчина поступил по-другому, он предпочел поступить так, как поступил, я считаю, что это поведение ненормально. И, по большому счету, неважно, какие там у него проблемы, да, из-за чего он так поступил, тяжелая ли у него была неделя, или, может быть, у него, там, с женой какие-то проблемы возникли на вашем фоне, вот, как, в общем-то, может быть, я не говорю, что это прямо вот так, но может быть. Неважно, он поступил ненормально, это ненормально, это не дружба. Уже. То, что мне рассказали мои коллеги по поводу того, что вы использовали его и так далее, ну да, отчасти это мне видится тоже так. Проблема здесь немножко в другом. Смотрите, какая штука. Он сам вызвался вам помогать. Он сам для вас многие вещи делал. Он сам, вы его не заставляли. Он сам, и он знал, что вы его не заставляли. Он сам это все делал. И делал это достаточно долго для вас. Но человеческий ресурс не безграничен, к сожалению. И в какой-то момент он, очевидно, устал. В какой-то момент ему, очевидно, стало это, ну, дискомфортно, некомфортно, трудно и так далее. Но вот признаться вам в этом он не смог. И мужская психология здесь именно в этом. Именно в этом, что мужчина не готов признать свою слабость. Ваш мужчина это человек, который не разговорчивый. Ваш мужчина это человек, который не посвящает свои проблемы. А значит, он боится быть слабым. И если он боится быть слабым, то это и есть основная черта мужской психологии. Я не могу быть слабым с тобой. Например, как бы говорит он, я не могу быть слабым с тобой. И все. Вот это вот и есть мужская психология. То есть, если вы, например, спокойно относительно, да, и адекватно можете воспринять обказ человека помогать, да, вы спокойно можете воспринять, допустим, то, что вы чего-то не можете, к примеру, то у мужчины это не так, к сожалению. У мужчины эта история работает не так, что мужчина не может адекватно воспринять эту ситуацию. Для мужчины это тяжело. Для него это слабость, для него это стыдно, но при этом рационализировать, да, и подлавливать вас на том, что вы якобы не попросили у него там помощи и так далее, и так далее, это вполне можно. Вот такая мужская психология. Тем более, у мужчины, да, которому за пятьдесят лет этот человек еще советского, это мужчина советского времени, и, соответственно, воспитан он по советским, ну, самдастам, да, по советским правилам, а они эти советские правила именно такие. Мужчина должен быть слабость. Теперь, что касается, значит, вашего текста. Его много, я бы мог много, наверное, сказать по поводу самого текста, но вам это не нужно. Вот, значит, вот вы пишете, значит, нет, у меня только хотелось обратить внимание, да, небольшое. Но, значит, вы пишете, что вот когда вы собираетесь документы на госпитализацию, видишь, что интонация в общении со мной как-то видоизменилась по сравнению с тем, что было до этого. Такое было ощущение, что или свои заботы, пытаясь подвалили, или появился, наконец, возможность отдержки во времени в лице меня. Это меня очень устраивало. Вот, знаете, какая штука. Я считаю, что просить помощи у людей, это хорошо и здорово. Вот, я считаю, что просить помощи у своих знакомых, да, у тех, на кого реально можно положиться, это здорово. Но, вот, то, что вы, как вы сказали, что отдохнуть от времени в лице меня, ну, навело меня на мысль о том, что вы склонны принесать свою просьбу. Свои просьбы и свою нужду. Вы склонны как-то обесценивать то, что вы просите. То есть, вы, вроде бы, попросили у него, и тут же говорите, ну, вот, типа, я тебя там не достал еще, там, или ты там со мной, значит, намучился уже или еще. Понимаете? То есть, вот, этот момент, момент обесценивания своей нуждаемости в чем-либо. Меня настораживает. Это говорит. Это свидетельствует о вашей, ну, возможно, о вашей заниженной самооценке. Вот. То есть, ну, да, вы лечитесь, да, у вас проблемы со здоровьем. Ну, вот, возможно, это на вас влияет негатив, влияет скомплекс, влияет обесценивание себя. Вот. Я это не утверждаю, но это вполне может быть, потому что никакое вы не бремя для человека. Вот. Никакое вы не бремя, если он действительно это делает искренне, например, да, никакое вы не бремя. А если вы считаете себя бременем, то для чего, как бы, к ним обращаться? Вот. Это вопрос вот такой, на мой взгляд, да. То есть, видите, тут, опять же, это свойственно именно для людей, вот, советского периода. То есть, с одной стороны, они вроде как нуждаются, и с другой стороны, себя обесценивают. И не понимают, что подобное отношение, оно, ну, как бы, плюсов-плюсов-то никаких не даст. Вот. Подобное отношение, оно, ну, не доведет ни до чего хорошего. Это первый момент. Дальше. Вас это не насторожило. Вас это не насторожило, что его изменился тон, что, как бы, ну, что надо бы, эээ, план Б рассмотреть. Тем не менее, договорились, что варьбарту меня встретит, и, эээ, насчет, дёрнуло же меня нелёгко. Вот, знаете, когда говорят, эээ, дёрнуло меня нелёгко, эээ, то Бёрн это называл родительским сценарием. Когда вот, эээ, говорят, что вот дёрнуло меня нелёгко. То есть, эээ, как вам так вот сказать, сказать, да? То есть, я сделала то, я поступила так, как поступить не хотел. То есть, это как будто не я была в этот момент. Нелёгко меня дёрнуло. То есть, я так не хотел поступать. Но поступила. И с точки зрения того же Бёрна, это не происходит, эээ, одномоментно. То есть, если вы так поступили, то есть, если у вас, вот, возникла такая история, что вас нелёгко дёрнуло, как вы говорите. Ну, значит, это происходит, эээ, периодически-то. Не только вот, эээ, не только вот, эээ, эээ, в этой ситуации. Понимаете? Какая штука. В этом контексте я, опять же, с точки зрения психологии, ну, мог бы порекомендовать проработать детско-родительский сценарий. Вот. Потому что, ну, потому что вот, дёрнуло нелёгко, это всё-таки влияние родительской позиции на, ну, на вас. Другое дело, готовы ли вы, готовы ли вы к этому или нет. Так, эээ, прямо накануне от лета, от лета у меня переспрашивают о рейсе. Рейс ранний, утренний, я имя говорю, и рейс, и все я добавляю, как обычно. Да, может, спите уже, а он не как обычно отвечает, что, да, тяжёлая неделя. И вот опять, да, понимаете, то есть, как бы у вас не настраивалось, что его тон изменился, что он был явно не в себе. И вы позволяете ему, по сути, эээ, делать то, что он вот, видимо, хотел, эээ, и с облегчением он себе это позволил. То есть, по сути, по сути, эээ, в этот момент, в этот момент, когда его тон изменился, вам бы нужно было быть поговорить. Вам бы нужно было спросить, например, у него, что случилось, я чувствую, что, эээ, что-то не так, эээ, как бы, да, эээ, всё ли нормально у тебя. Да, я понимаю, что он не рассказывает о твоих проблемах, я понимаю, но вам всё равно нужно было спросить. И спросить его, ты уверен, что ты хочешь, как бы, мне помогать? Ты уверен, что ты хочешь для меня что-то делать? Ты уверен в этом? Ты уверен сейчас в этом? Тебе это по-прежнему не трудно, не трудно, например. Вот. Ну, вот, как бы, вы этого не сделали. Вы этого не сделали. Вот. И не сделали вы этого, потому что не хотели. Вы этого не сделали, не случайно. Вы этого не сделали, потому что вы знали, скорее всего, что он может что-то сказать. вы боялись потерять его помощь, потому что уже слишком сильно, возможно, на него начали полагаться. И вам было страшно, что можете лишиться вы его помощи. Вот, это как бы, это нормально, это нормально. Ну и всё, а дальше уже классическая история, когда общение и звезд у него приходят формально. То есть тут дальше и комментировать в принципе нечего. Вот, только вы пишите, что полмира рухнуло, это конечно нехорошо. То есть, ну, полмира рухнуло, да. Говорит и говорит опять же о зависимости от человека. От человека. Другой мне скоро полетать, одна рука нерабочая, недавно приоперирована, нести только другой, обратно поеду тоже. Короче, экстренно побросала половину багажа дома. А наспех, это ничего хорошего, оно же распланировано. Ну, у нас никакого плана боя почему-то нет, его не было. Ну, вот это вот странно для человека, которому уже 50, да. То есть, человек опытного, опытного, опытного. Вот, это странно, что никакого плана боя нет. Ага, значит, ну, то, что вас никто не забрал в аэропорту. Ну, в общем, тут я читать уже не буду, потому что вам уже всё сказали. Нет, я могу много чего сказать, но не думаю, что это имеет какой-то смысл сейчас, именно сейчас. Вот, ага, значит, дальше, вы пишите парня в горы тянуть. Я не очень понял, что начало этого выражения. Вот. Э, вы пишите, может где-то мои парабôi. Нет, это не ваши параблы. Это не ваши параблы, это еще раз повторяю, отношения с трое-двое людей, и если вот чисто, чисто, прям вот примитивно отвечать на ваш вопрос, то это не ваша проблема. А, так, значит, дальше, так, ну, по поводу дополнения. Значит, то, что у вас потерянные друзья и родственников, если они, значит, не умерли, да, то это вопрос, там вопрос, как вы выстраиваете отношения с людьми. Ну, в принципе, я на ваши вопросы ответил. Я не вижу смысла добираться в какие-то особые дебри, потому что, опять же, вы человек взрослый, вы знаете, что вам нужно, вы знаете, цель своего запроса, вот, я вам нанимаю ответ. То есть, могу немножко только повторить сразу, что отношения строят двое людей и что мужчина изначально выбрал такую вот позицию, да, то есть, ну, изначально он, изначально он, ну, делал для вас многие вещи, вот. Изначально он помогал вам, очень сильно он помогал, и не ваша ответственность в том, что одно дело, что он перехотел делать, ему стало это в тягостно. Не ваша ответственность за то, что он не смог вам это сказать. Не ваша ответственность за то, что он не смог признаться признаться вам в этом. Не вы несете ответственность за это, а он и в такой критической ситуации вас бросать, оставлять одно, это не нормально. То есть он мог бы, если вот, ну, если ему действительно было тяжело, да, он мог бы там попросить кого-то из своих знакомых, вот я просто ставлю себя на место этого человека. К примеру, я вот вам помогал, да, но я устал, просто устал на проблемы, может там в семье какие-то проблемы, да, мы же, ну, мало ли что может быть, но я так ставлю себя на, значит, на его место, вы для меня дороги как друг, мне с вами интересно, я вам, я вам и драчу, я понимаю, что я не могу, не смогу вас встретить, не смогу, не хочу ни вас, я говорю, что извини, я не смогу приехать, я к тебе пришлю проверенного человека, он поможет. Так вот сделал я. Если надо заплатить, тем более, это не гамме, вы как мне говорите, он готов помогать, деньги у него есть. Я бы заплатил, я бы все обустроил, я бы все организовал, но одну оставлять вас, если вы мой друг, нет. Поэтому здесь есть какое, по моему мнению, здесь есть какая-то, ну, не знаю, какая-то двойная история может быть. То есть, почему вот мужчина так вот себя вел-вел-вел, да, помогал-помогал-помогал, а потом перешел. Я не знаю, вот, не хочу предполагать, но эта позиция ненормальна. Эта позиция ненормальна. С какой угодно, с точки зрения, с точки зрения человеческой, с точки зрения дружеской, это ненормальная позиция. То есть, как бы, в вашем случае, да, ладно бы вы развлекаться, ехали там, ну, турист, 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 да, турист, вы просто приехали отдохнуть, и, типа, я, там, ну, обещал, там, с вами погулять, например, да, там, не забрал, там, не отвез гостинец, ну, это, как бы, это одно дело. Здесь, как бы, дело серьезное, увеличится стандарт. Вот это, опять же, ответственность двух людей, вот. Ну, а ваша ответственность в том, что вы, у вас не было плана Б, и в том, что вы, вот, видя, что человек очень сильно изменился, да, то есть, ну, в смысле, изменился, по отношению к вам, да, вы ничего не, значит, ну, никак не отреагировали, и никак не постарались откорректировать этот момент, откалибровать его. Это первое. И второе, это то, что вот вас дернуло нелегко, как вы говорите, это, вот, с точки зрения Бёрна, ну, с точки зрения трансляциональности, это детско-родительский сценарий, который оказывает на вас влияние, то есть, здесь вы не самостоятельны в своем поведении. Вот. Вот, в принципе, так эти двое. Это, 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 это основные моменты, которые я хотел до вас донести. На мой взгляд, они вот прям раскрывают именно суть вашей проблемы, надеюсь, что я ответил. Другие сферы я специально не трогаю, вот, потому что я считаю, что без запроса вашего, вашего на них говорить бесполезно. Я понимаю, что вас волнует, я понимаю, что вы хотите услышать, поэтому я хочу вам ответить именно чисто на только вот ваш вопрос. Что мне хотелось бы добавить, пожалуй, только, это то, что мне всё же кажется, что, мужчина, вот, он, эээээээээ... Ну, я не знаю. Мне почему-то кажется, что он на вас, на вас, вы знаете. Это похоже на обиду. Вот, его поведение, да? Похоже на обиду очень сильно. Эээээээ... Я не знаю, насколько для него это вообще характерно, да. Я не знаю. Но очень сильно, это похоже на обиду, очень, очень сильно. Вот это прямо обида, прямо обида, обида. То есть, он чего-то от вас ожидал, возможно, ему нужна была какая-то благодарность от вас. Возможно, он не получил какую-то благодарность, которую хотел получить. Вот, я не знаю, опять же, это уже из области вот ваших отношений, да, то есть, вы говорите, что человек, он обязательный, там, и так далее, и так далее. Вот, это надо выяснять, выяснять, выяснять. Вот, тут, как бы, вот вопрос, да, может ли советский мужчина, да, ну, то есть, мужчина молодого, с которого была в Советском Союзе, может ли мужчина такой дружить с женщиной? И может ли советская женщина дружить с мужчиной? Вы-то можете, но у вас на это свои причины, опять же, о каких причинах я говорить сейчас не буду, потому что, ну, опять же, по моему мнению, да, смысла в этом, на мой взгляд, никакого, никакого, никакого нет, абсолютно. Вот, в принципе, так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, это было полезно, полезно, надеюсь, что вы получите ответ на свой вопрос, именно на этот вопрос. Если вы хотите разобраться подробнее, там, значит, с собой, если хотите подробнее разобраться с какими-то вашими проблемами, обращайтесь, буду рад вам помочь. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи! Б MU�, Бooo! Б Музова Б музова Б Музова БММ